Пляжный сезон открыт. На водоемах все чаще стали отдыхать взрослые и дети, причем на тех купаний, на которых официально запрещено. Плохое дно, загрязненный берег и необорудованный пляж не отпугивают желающих окунуться в воду. Сколько бы не предупреждали взрослых об опасности нахождения несовершеннолетних одних на водоемах, результат рейда на экране. Родители, в курсе, что вы здесь? А давно купаетесь? Вот так пришли вы. Здравствуйте, это вас участковый беспокоит, Алексеевки? Ну вот, ребенок ваш один здесь, значит, купается без присмотра. Как бы нехорошо, у нас участились случаи, когда тонут люди, как бы и без присмотра. Он говорит, что родителей никого дома нет. Вы в курсе, да, что он ходит сюда купаться? Ага. Вы работаете, да? Родители и дети будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, которые рассмотрят данные правонарушения. Цель сегодняшнего рейда у нас выявить граждан, которые купаются в местах, для этого не приспособленных. У нас в Кунецком районе достаточно мест, где места для купания оборудованы. Вы прекрасно знаете, это сейчас и в Комаровке у нас есть база отдыха, в втором Тарлаково. Также у нас сейчас около села Бестянка открыт тоже оборудованный пруд. А наши граждане сейчас в большей степени купаются в тех местах, где запрещено это делать. Вот сегодня мы и вы видели, что выявили граждан, которые здесь купаются, хотя место для этого не оборудовано и не приспособлено. Также цель рейда у нас выявить несовершеннолетних детей, которые купаются, как бы находятся без надзора родителей. В ходе рейда представителями районной администрации, сотрудниками правоохранительных органов выявлено 10 несовершеннолетних, отдыхающих без родителей. Составлено 4 протокола. Из них 2 за купание в неразрешенном месте, 2 за пребывание взрослых на водоемах в нетрезвом виде. В Кузнецком районе более 40 водоемов, на многих из них купаться запрещено. На территории Кузнецка также нет специально отведенных мест для купания. В Кузнецке, как и официальных водоемов, где разрешено купаться, нет. Ни пляжей нет, ни водоемов. Но есть у нас места, как бы сказать, несанкционированные, где купаются. Это места, в частности, бывший карьер кирпичного завода, где Аксельское шоссе, пруд, где родник легкий на Карпатах, ну и Труев, водоем. На всех местах установлены знаки, где, сами видите, запрещено купаться. Будем ежедневно делать рейды, смотреть, купаются ли ребятишки, народы. Будем принимать меры, чтобы запрещать данные купания, чтобы не было несчастных случаев. Что является движущим фактором для людей, нарушающих элементарные правила безопасности на водоемах, беспечность и, что дороже, стоимость отдыха на безопасной территории или собственной жизни. Продолжение следует...